всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine и этот год мы с вами откроем с интересного места в нашей солнечной системе начнем с этого путешествия как вы думаете сколько в солнечной системе планет да ты сейчас ответил на вопрос их 9 давайте пройдемся по порядку от солнца это меркурий венера земля марс юпитер сатурн уран нептун плутон ну и конечно множество астероидов малых планет я бы даже не считал бы их за малые планеты но да ладно бог с ним не будем вдаваться в подробности симуляторе space engine у нас 14 планет давайте посмотрим возьмем нашу звезду солнце как мы видим число планет 14 планета единственная планета с жизнью наша планета земля и так но обратите внимание на первую планету планета под названием а вулкан да обманем научные источники планет 10 10 не 9 да мы конечно видели 10 планету в какой-то серии мы ее рассматривали гипотетическую десятую планету ну хочу вам представить что и и так сказать доказать но на самом деле потом в комментариях меня закидаете sky что ты несешь ладно давайте посмотрим на самую первую планету нет это не меркурий самая первая планета солнечной системы эта планета вулкан представляю вам и давайте посмотрим ее со стороны ну собственно сейчас многие могли уже разгадать а факты откуда примерно до взялась это так сказать теория я в конце видео вам немножко о ней расскажу но сейчас мы рассмотрим гипотетически если бы эта планета существовала а а между солнцем и меркурия планета вулкан вот такой огромный шар не знаю железо наверное как меркурий горячая безвоздушная субфирия диаметр 5180 километров температура здесь конечно больше чем на том же меркурий давайте сравним 520 градусов когда на меркурий по моему до 150 градусов по цельсию плюсом так масса 0.053 98 по моему ну-ка дайте посмотрю масса ну сравнимо в принципе с меркурием одинаковая масса так возраст но возраст понятно так солнечные сутки вот кстати на орбитальный и осевой период надо посмотреть и обратить внимание на солнечные сутки так смотрите значит это меркурий орбитальный период 87 суток осевой 58 солнечные сутки 175 дней так как когда орбитальный период вулкана составляет 27 дней осевой период 16 часов солнечные сутки 16 часов 57 минут так огромный такой шар посмотрите больше похож даже не на меркурий а я бы даже на эти ближе наверное какому-нибудь спутнику юпитера к тому же его соотнес и чуть-чуть похоже на луну так давайте посмотрим наверное я не знаю на вращение ускорим немножко время посмотрим на ее вращение так вокруг своей оси можно со стороны понаблюдать 27 дней вокруг звезды совершают оборот как я правильно понимаю да поправьте в комментариях я уже немножко даже отвык от космоса за эти праздничные дни вот кстати вопрос на засыпку для тех кто уже чекал последнюю обнову спейс энджин редактор вроде бы добавили да редактирование планет стало намного проще давайте посмотрим на орбиты вот орбиты очень хочется рассмотреть наша планета вулкан далее у нас идет меркурий ну далее понятно венера и земля как вы видите да первая планета от солнца это вулкан конечно можно было бы поверить в гипотезу что якобы из-за сильные засветки звезды солнца и так такого близкого расположения к нему этой планеты возможно когда-то ученые могли не заметить ее да и планета вулкан до сих пор там вращаются между меркурием и солнцем но нет ребят ну как бы век технологии всего прочего так перелетим к объекту ладно конечно это все очень классно но и сейчас я буду раскрывать вам карты а то потом мало ли чё произойдет я хочу сделать прекрасный скриншот чтобы поставить это на превью давайте поставим нормальное время ну и можно вот даже вот так где-нибудь вот так и назвать первая планета от солнца вулкан да как-нибудь так будет называться наш ролик так отлично ну что же давайте наверное чуть-чуть расскажу такую гипотезу ну вообще да это гипотетическая малая планета орбита который предполагалось расположенной между Меркурий Меркурием и солнцем названо оно по-моему было как я могу вам сказать по предположению физика Жака Бабине вот что якобы в середине где-то девятнадцатого века были проведены какие-то точные наблюдения движения Меркурия и оказалось что смещение перигелия планеты невозможно объяснить при помощи классической небесной механики и он якобы предположил что всему этому способствует как бы между орбитой солнцем и Меркурием нахождение планеты гипотетически вулкан но как вы видите без обмана планета вулкана она да она есть space engine возможно она есть солнечной системы все без обмана вулкан Меркурий Венера Земля давайте даже к Меркурию перелетим посмотрим с Меркурия на планету вулкан как она смотрится сколько здесь расстояния расстояние 0.37 астрономических единиц не так уж далеко я бы сказал ну ее здесь очень хорошо бы было видно наверное смотрелось бы как полная луна скорее всего хотя могу ошибаться в общем ладно если понравилось такое данное видео пальчик вверх всем новых открытий помните друзья что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем всем до новых встреч пока